Десятки тысяч женщин свой праздник встретили на боевом посту. Среди них и героини нашего следующего сюжета. Жанна Подколзина несет службу на железнодорожном пункте пропуска российско-азербайджанской границы. Ответственный участок серьезной задачи выполнить их иногда не каждому мужчине под силу. В преддверии праздника Жанну Подколзину посетили и наши корреспонденты, чтобы поздравить. Абдурахим Белалов Даганай расскажет подробности. Здравствуйте, пограничный контроль. Прошу предъявить ваши документы. Здравствуйте, пожалуйста. Жанна Подколзина – одна из тех, кто несет службу на железнодорожном пункте пропуска Дербент. Это самый крупный ЖД-пост на южной границе России и единственный в Северокавказском таможенном управлении. Женщины-пограничники первыми встречают и проверяют документы у пассажиров поезда. К тому же пограничный контролер должен быть хорошим психологом, чтобы с легкостью по поведению человека, пресекающего границу, определить нарушителя. Границу первый раз пресекаете? В эту, эту, да. С какой целью едете в Азербайджан? Ну, вот, а родители у меня есть. А никогда не были у родителей? Женщины-пограничники выполняют задачи наряду с мужчинами. И несмотря на нелегкую профессию, ненормированный рабочий день и большие психологические нагрузки, они остаются чуткими и добрыми, делятся их коллеги. Наш сотрудник Жанна Подколзина проходит службу подразделений достаточно давно, имеет большой опыт службы в подразделениях пограничного контроля. За период прохождения службы зарекомендовала себя только с положительной стороны, имеет ряд поощрений от командования подразделения, добросовестно, ответственно, достойно исполняет свой воинский долг. Конечно, на службе бывает, испытываешь стресс, делится Жанна, работа с людьми. Но все негативные эмоции Жанна оставляет на работе, ведь дома муж и ребенок. Домой я прохожу, естественно, все забывается. Дома я мама, жена. Когда вижу ребенка, наверное, от работы не остается ни следа. Жанна, когда домой приходит, с головой окунается практически в домашние какие-то дела, постоянные уборки бесконечные, готовки. С ребенком заниматься, а также сейчас такой возраст, что необходимо развитие, дополнительные занятия какие-то. А на службе лучше не подходить. На службе она профессионал. Муж Жанны тоже военнослужащий. После свадьбы его перевели в Дагестан из Ленинградской области. Перевелась вместе с ними супруга. Здесь и родился их первенец. Уезжать отсюда из них никто не думает. По их словам, в Дербенте хороший климат, к тому же рядом море. Согласны с этим и их друзья, родственники, которые часто приезжают к ним в гости. Они помогают периодически сидеть с ребенком, пока родители охраняют государственную границу нашей страны. Абдурахим Белалав Даганай, Гасан Байрамов. Время новостей. Дербент.